Здравствуйте, ребята! Меня зовут Ирина Владимировна. Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Тема сегодняшнего урока – развитие речи. На уроке мы будем работать над текстом, а точнее готовиться к написанию изложения с элементами сочинения на основе плана. Сегодня вы узнаете, что такое изложение с элементами сочинения. Научитесь определять тему и основную мысль текста. Различать типы текстов и делить на части. Подбирать синонимы. Анализировать текст. Точно употреблять слова в речи. Ребята, перед вами ребусы, разгадав которые, вы узнаете тему нашего изложения. Посмотрите внимательно и подумайте, какие два слова здесь спрятались. Проверьте. Это ручей и родник. Ручей, родник, ключ, источник – это близкие по значению слова. Как одним словом называется такая лексическая группа? Правильно, ребята, синонимы. А как мы ласково назовем маленький родник? Родничок. Вот о нем мы сегодня и будем писать изложения. Откройте, пожалуйста, тетрадь. Запишите красиво прописью число, изложение, название изложения, родничок. Что такое родник? Как вы понимаете это слово? Родник – водный источник, текущий с глубины земли. Это естественный выход подземных вод на земную поверхность, на суше или под водой. Подводный источник. Такое понятие, толкование нам дает словарь Сергея Ивановича Ожегова. Родник родит речку, а река льется, течет через всю нашу матушку землю, через всю родину, кормит народ. Выглядите, как это складно выходит. Родник, родина, народ. Все эти слова как бы родня, писал Константин Георгиевич Паустовский. Родничок журчит, струится день и ночь из года в год, чтобы смог воды напиться, кто захочет, кто придет. Мать-земля меня послала для своих живых детей, для зверушек и растений, и, конечно, для людей. Чтоб напились, чтоб умылись, чтоб здоровыми росли, чтоб любили, понимали и природу берегли. Родничок не умолкает. Чистый, вкусный сок земли. Всех напоит. Что осталось в воды матушки-реки. Так красиво описал в своем стихотворении о предназначении родничка Александр Ченин. Кто побывал у родничка? Какова история одного из них? Об этом мы узнаем из рассказа, расположенного в учебнике на странице 19, упражнение 2. Давайте прочитаем текст. Родничок. Ребята приехали летом в деревню. Они любили гулять по лесу. На краю леса бил ключ. Сухие листья, песок, сучья засыпали его. Мальчики очистили родник и поставили кружку. Теперь каждый мог испить холодной воды. Заблестел ручеек. Быстро текли серебряные струйки живительной влаги. Первым гостем родничка стала бойкая птичка. Она села возле источника и уронила клювик в струйку воды. Птичка выпила первую каплю чистой воды. А теперь перейдем к анализу содержания данного текста. Подумайте, о чем этот текст? Верно. Это текст о том, как мальчики нашли в лесу родничок. Это тема текста. Определите, какой это текст. Художественный или не художественный? Художественный. Определите тип прочитанного текста. Повествование, описание или рассуждение. Правильно, ребята, повествование. Потому что события развиваются последовательно. Какие виды предложений по цели высказывания используются автором в тексте? Повествовательные. Определите главную мысль текста. А. Люди должны наслаждаться природой, ничего не отдавая взамен. Б. Люди должны беречь природу, помогать ей. И. С. Природа сама может позаботиться о себе. Верно, ребята. Главная мысль. Люди должны беречь природу, помогать ей. Расчищать завалы после бурь и ураганов. Не оставлять мусор после себя на природе. Ухаживать за растениями и помогать животным. Откройте, пожалуйста, учебник на странице 20. Найдите упражнение 5 и спишите план в тетрадь. В тексте 3 абзаца. Поэтому в плане 3 части. Сейчас мы разберем этот текст по частям и ответим на вопросы по содержанию текста. Читаем еще раз первую часть. Родничок в беде. Ребята приехали летом в деревню. Они любили гулять по лесу. На краю леса бил ключ. Сухие листья, песок, сучья. Засыпали его. Вспомните, пожалуйста, кто главный герой в рассказе. Ребята. Чтобы не было повторов в изложении, слово «ребята» можно заменить словами. Мальчики – они. Куда и когда приехали мальчики? Ребята приехали летом в деревню. Какое было любимое занятие у мальчиков? Они любили гулять по лесу. Синонимы к слову «гулять», которые вы можете использовать в изложении. Ходить, бродить. Где мальчики видели ключ? На краю леса бил ключ. Автор написал, что ключ бил. Это значит, стремительно вытекал сильным напором из-под земли. Какая беда приключилась с родничком? Найдите это предложение. Сухие листья, песок, сучья засыпали его. Подумайте, могли ли люди пользоваться такой водой? Конечно же нет. Мальчики помогли роднику, значит, помогли природе. А охранять природу, значит, охранять родину. Читаем вторую часть. Спасение родничка. Мальчики очистили родник и поставили кружку. Теперь каждый мог испить холодной воды. Заблестел ручеек. Быстро текли серебряные струйки живительной влаги. Вспомните, пожалуйста, как мальчики помогли родничку. Очистили и поставили кружку. Синонимы, к слову, очистили, расчистили, освободили. Но здесь более точно подходит очистили, то есть сделали чистым. Зачем они поставили кружку? Найдите это предложение в тексте. Теперь каждый мог испить холодной воды. Как ручеек отреагировал на доброту мальчиков? Заблестел ручеек. Глагол заблестел можно заменить синонимами. Засиял, засверкал, заискрился. Автор в тексте использует глагол Заблестел и слова серебряные струйки, чтобы показать, что ручеек, как живой, подарил свежести красоту лесу. Он у него живительный, потому что он укрепляет силы, оживляет все вокруг. Автор использует глагол Испить, а не выпить или попить. То есть испить это немного попить. Слово влага означает жидкость, вода или ее испарение. Читаем третью часть. Первые гости. Первым гостем родничка стала бойкая птичка. Она села возле источника и уронила клювик в струйку воды. Птичка выпила первую каплю чистой воды. Кто стал первым гостем? Бойкая птичка. Прилагательное бойкое можно заменить синонимами. Юркая, шустрая, ловкая, живая, прыткая. Что сделала птичка? Найдите предложение в тексте. Она села возле источника и уронила клювик в струйку воды. Птичка выпила первую каплю чистой воды. В тексте автор использует существительный клювик, родничок, струйка, ручеек, птичка, потому что он с любовью относится к природе. Четвертая часть, ребята, будет включать в себя ваше отношение к поступку главных героев. Давайте вспомним, что такое изложение. Изложение – это письменный пересказ своими словами. Чтобы написать изложение с элементами сочинения, не только письменно перескажи текст, но и добавь свои личные размышления на эту тему. Придерживаясь фактов и типа текста, нужно будет продолжить текст, выразив свое отношение к поступку мальчиков. Это и будет четвертая часть. Запишите в плане «Мое отношение к поступку мальчиков». С текстом поработали. Теперь проведем с вами устную орфографическую подготовку. Вспомним и объясним написание слов, которые встречаются в тексте. Посмотрите упражнение 6 на странице 20. Нужно вставить пропущенные буквы и объяснить их написание. Проверьте, ребята. Родничок. Род – буква О, родник – буква И. Ребята. Буква Е – словарное слово. Приехали. Приставка «при». В деревню. В какую деревню? В предлог. Деревня – словарное слово. На краю. На каком краю? На предлог. Проверочная – край. Ключ. Существительная. Мужского рода. Шипящий на конце. Пишется без мягкого знака. Листья. Сучья. Разделительный. Мягкий знак. Засыпали. Приставка «за». Родник. Род. Поставили. Приставка «по». Кружка. Проверочная. Кружечка. Холодная. Холодная. Вода. Водный. Заблестели. Блеск. Текли. Течь. Птичка. Сочетание Чикачи-Н без мягкого знака. Живительная. Жиши пиши с буквой И. Запомните написание слов. Песок. Очистили. Серебряные. И синонимы. Родник. Ручей. Источник. Ключ. Прежде чем начнете писать изложения, вспомните, из каких частей состоит текст. Из трех частей. Каждая часть текста начинается с красной строки. Раскрываете первую часть. Это вводная часть. Вступление. Раскрываете вторую часть. Основная. У нас сюда войдут вторая и третья части. Раскрываете третью часть. Это заключение или концовка. У нас это четвертая часть. Первые три части текста изложения. Повествование. Вы пишете текст по памяти закрытыми учебниками. А в четвертой части пишите свое отношение к поступку мальчиков. Рассуждаете на тему. То есть вам нужно будет самим закончить текст своими словами. Правильно ли они поступили? Почему? Какую пользу они принесли? Почему это нужно было сделать? Кому нужен родник? Чем он полезен? Заключительную часть можно начать словами. Для того, чтобы люди могли наслаждаться природой. Они. Или. Я люблю природу и помогаю ей для того, чтобы. Или такой вариант. Природа сама не может позаботиться о себе. Поэтому. Итак, ребятки. Домашнее задание. Напишите в тетради изложения с элементами сочинения, придерживаясь орфографических правил письма. И отправьте своему учителю на проверку. По типу текст повествования с элементами рассуждения. А теперь подведем итог урока. Оценим свою работу. Устно. Закончите высказывание. Если письменно пересказать текст, добавив личные размышления на тему, то можно написать с элементами. Определите, что вы знаете и что умеете. Теперь я знаю, как написать изложения с элементами сочинения. Наш урок подошел к концу. Ребята, я желаю вам удачи в написании изложения. Урок окончен. Спасибо за работу.